В музее имени Дмитрия Геннадьевича Бурылина открылась выставка коллекционера стрелкового оружия Иосифа Бетарашвили. Хронологические рамки коллекции только 20 век. Именно в это время огнестрельное оружие находят массового заказчика. Не будем забывать, что у нас юбилейный год, 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Здесь представлено оружие как стран антигитерской коалиции, так и ее противников, которые, возможно, принимали участие в войне. Так что вот такие вопросы актуальны. Ну, а оружие интересно как показатель технического развития. Кто-то в нем находит эстетически прекрасные моменты в самом оружии, в совершенном оружии, орудии убийства. Тема коллекции не случайна. Сам Иосиф Михайлович еще со времени обучения в Суворовском училище нашел ее привлекательной. Когда неуважение к своему деду фронтовику, коллекционер решил собрать все значительные образцы стрелкового оружия 20 века, века глобальных войн и научно-технических революций. Возможность создания такой коллекции появилась совсем недавно. И главное здесь не только финансовый аспект. После того, как появилась законодательная база, которая дает возможность собирать макеты стрелкового оружия, вся коллекция является макетом массогабаритной. То есть это оружие, которое когда-то было официально принято на вооружение регулярных армий. Они деактивированы, из них невозможно произвести выстрел как такового, но внешний вид, год выпуска, заводские номера, они абсолютно идентичны. Многие экспонаты поистине уникальны. Некоторых предметов, представленных на выставке, остались считаны единицы. Например, станковый пулемет Дегтярева, который должен был стать заменой знаменитому Максиму. Мне мой коллега, друг говорит, что Иосиф сплыл, говорит, в Финляндии, оставшиеся всего две единицы Дегтярева-Станкова. Но мне убила стоимость 18 тысяч евро. Значительным научным потенциалом обладает часть коллекции, представляющая все образцы оружия изобретателя Михаила Тимофеевича Калашникова. Сам изобретатель был приятно удивлен таким впечатляющим собранием, в честь чего даже подарил юбилейный каталог с автографом. Пожалуй, самым ярким коронным экспонатом со слов коллекционера является так называемый зеленый автомат Калашникова, исполненный очень малым тиражом. Во-первых, он исполнил таком зеленом бекелите, это очень дорогостоящая технология изготовления вот этого материала, и поэтому они вручались только победителям соцсоревнований погранвойск среди, и с ним имел право служить только отличник боевой политической подготовки, именно пограничник. Все экспонаты интересны и по-своему уникальны, а главное то, что они уже никогда не смогут оборвать чью-то жизнь. Александр Руденко, Денис Денисов, РТВ, Иваново.